Благодарю Богу, что имею возможность опять находиться среди вас. Сегодня мой приезд тут был спонтанно. Я не планировал. Мы часто в своей жизни сами не планируем. Но не всегда под контролем Божьей. И по воле Божьей сегодня я нахожусь среди вас. Я не знал, что вчера было родное крещение у вас. Но думаю, что сегодня не поздно поздравить. С великим этим праздником, как сказал пастырь. Праздновать одно, а жить в этом другое. Вчера я нечаянно нашел в интернете. Божий план на создание земли. Он знал, что ты сегодня будешь находиться на этом месте. И ты увидишь все это. Что потом скажешь Господу, если ты сегодня закроешь свои уши и свое сердце. Принимай Иисуса Христа. Слава нашему Богу великому. Я благодарю Бога за такой чудный день. Вот такая красота. Где вы можете видеть такую красоту? Я не знаю. Это не знаю. Моя дружина, она сама такая красивая. Но в этот день она самая красивая. Никогда я это не забуду. Мы очень долго молились. Слава нашему Богу, Иисусу Христу. Это великий праздник для нас, дорогие братья и сестры. Вечером сегодня я смотрю в это видео, она как ангелочек. Но месяц назад ее лицо было похоже на ангела-демона. Но она предала Бога, предала свою семью. Что я хочу этим сказать? И вчера совершили очень большое дело. Но более большое дело будет, если вы будете этот завет сохранить в своем жизни. Но мне и важно, чтобы вы этот бунт до конца жизни. На данный момент я нахожусь в очень страшном искушении. Но никакое искушение не может меня сделать стоп, чтобы я служил Господу. Потому что смысл жизни я вижу служение Богу. Для меня нет великой мысли, великой, можно сказать, цели, чем эта. Многие люди ищут свое счастье в разных сферах. Ищут успехов, богатства, ищут радость. Ищут успехов, богатства, ищут радость. Ищут все это я нашел в служении Богу. И все это я нашел в служении Богу. Диана� остался против меня. Сатана был расстрелями. Удившись в диана. За две месяца назад он уехался в моей комнате. И сказал, я буду мстить тебя, Если ты не оставишь служение, Сначала я очень испугался, потому что я его видел. Но когда я позвал имя Господа, Он исчез. Он исчез из моих глаз, Но из моей жизни он исчез. Он проследует меня до 7 минуты. Но он проследует сзади. А спереди меня идет Иисус Христос. Но впереди меня идет Иисус Христос. Никогда Сатана не отстанет от вас. Недавно Сатан будет вас преследовать. До конца вашей жизни он будет преследовать вас. Но вы не бойтесь. Но не бойтесь. Он будет идти сзади. Он будет hinter Иисус Христос. Я сегодняшнюю проповедь называл Закон и пророки. Мы знаем, что без Закона невозможно жить просто. Мы знаем, что без Закона невозможно жить просто. Даже земная жизнь. Без Закона это будет просто Хаос. Я в одном месте в Украине спрашиваю такой вопрос. Я сказал, как вы думаете, если все люди этого города будут все верующие и они будут под благодатом? Я спросил, как вы думаете, если все люди в этом городе будут все верующие и они будут под благодатом? Как вы думаете, на перекрестах нужна светофор или нет? Это кроссheidian journey. Они не ожидали такого вопросы. Потому что шумиха между собой. И вдруг они сами понимали, что нужен. Под каким ты благодатью не был сегодня? Божий закон всегда нужен в твоем жизни. Иногда люди думают, что закон это очень тяжелая вещь. Лучше, чтобы я был под благодатью и закон мне не нужен. Сегодня я хочу с Божьей помощью открыть, что такое закон. Откуда этот закон и почему он был сделан? Когда Бог создал некую землю и рай, тогда он не поставил закон, но только одно повеление. Один заповедь. Не вкуси это. С этого дерева. Само дерево с собой от себя ничего, так можно сказать, такого не представило. Знаете, вот, может быть, я вас первый раз, вы будете такое слушать, да? Многие думают, что вот есть этот плод, вот в этом плоде все. Самое страшное было непослушание. У нас было не так, безусловно, это единственное правление, что человек может быть. У нас было не так, безусловно, 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 безусловно. Божий Закон был вложен в совести человека. Мы знаем, что до Моисея не было закона поставленных. Люди жили по совести своей. И Бог увидел, что люди постепенно уже не слушались, свою совесть не обращали к Богу. Люди стали бессовестными. Они совершили длительные грехи. И прошло время, и Бог через Моисея поставил Закон. Я хочу зачитать Иисуса Навина 1 глава 8 стих. Да не отходит с книга Закона от уст твоих, но получайся не день и ночь. Чтобы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешным путем твоих и будешь поступать благоразумно. Иисуса Навина 2 глава 9 стиха Иисуса Навина 2 глава 9 стиха Она показывает, что Закон для нас, а не для Бога. Иногда люди думают, что когда жизнь по Закону, это как бы они делают одолжение Богу. Но здесь четко написано, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих, чтобы ты правильно живешь. Мы хотим правильно жить. Бог тоже хочет, по нашему благу. Я хочу еще раз зачитать 2. Закония 4. 1. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас испанять, дабы вы были живы и пошли, наследовали ту землю, которую Господь, Бог Отцов ваших дает вам. Исраиль, слушай, слушай на эти Сатты и правы, которые я вам дают, чтобы вы вели, и приходите в это страну, чтобы вы их даетесь, чтобы вы их Бог, чтобы вы его Бог, который ваш Ватер, Значит, был дан закон, человек мог бы благоразумно поступать в своих путях, если он исполнил бы закон. Но в Израиле случилось нечто другое. Они взяли этот закон, они начали получать, но они не понимали дух этого закона, не понимали смысл этого закона. Я хочу сегодня вам открыть через Духа Святого, что Бог хотел от человечества и что сегодня от нас хочет. Я хочу зачитать 2 Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Он дал нам способность быть служителями нового завета, не буквы, но духа, потому что буквы убивает, а дух живет. Вы слышали, что было написано? В этом завете все израильтяне учили закон. Но интересно, почему Богу опять было неугодно их в Якутии? Потому что они не по духу это все помнят. Если дух тебя не открывает и не по духу, ты можешь это читать, оно для тебя будет как Коран или как, не знаю, другие религиозные книги. Но когда дух открывает Слово Божие, закон Божий, это нечто другое. Когда Бог видел, что люди, израильтяне, они не понимают суть Божьего задмора, он времени от времени отправил израильтянам пророков. Эти пророки он отправил для того, чтобы эти пророки открыли дух этого закона. Но что сделали израильтяне? Я хочу зачитать Деяния апостолов, 7 глава, 52 и 53 стих. Это там есть описание, где Стефан был побит камнями. До этого он проповедовал. Стефанус, который был уничтожен. Написано так. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Это он говорит израильтяне. «Они убили предвозвестивших предшествия праведника». «Они убили предвозвестивших предшествия праведника». «Предвозвестивших», то есть кто они? Эти пророки? Они пришли открыть этому народу, что скоро придет этот праведник. Они пришли, чтобы очевидно, что этот праведник, Мессия. Это было для них непонятно. Они научились каждую субботу идти в храм, читать, не знаю сколько времени там, на Иисус сказать все это. Но Бог хотел, чтобы каждый израильтянин по вере видел пришествия Христа. «Все пророки видели по вере пришествия Христа». «Все пророки видели по вере пришествия Христа». Бог сегодня хочет, чтобы в своем церкви не только проповедники, пастора и писсии, но и каждый из вас по духу понимал Божий Закон. Бог хочет, чтобы каждая душа искала Бога, постучала, просила Бога. Наконец-то Бог хочет, чтобы каждый из нас не спросил пастора, тогда придет Иисус, но не все сказали «Амин, прийди Господь». Я думаю, это для пастора будет великой радость, чтобы каждый подошел к Богу. Которого предателями и убийцами сделались не не вы, это говорит Иисус Альтианам. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Иисус Альтианам. Я хочу вам сказать сегодня один пример. Мы не знаем, что такое смертная фаза. Мы знаем, что такое смертная фаза. Даже сегодня есть страны, где это действуют. Не знаю, где-то застреливают. Где-то сажают на электрический стул. Но когда смотришь в Божьем Законе, какой был смертная фаза. Вы знаете, какая была смертная фаза. Вы знаете, какая была? Поставили человека и побили камня. Если мы на этот закон, это один пример я вам говорил. Если мы смотрим сухо, не по духу. Мы просто можем сказать, какой жестокий Бог. Но когда один раз я вникал в эту суть. Но когда я в этот суть, я хотел понимать, почему Бог именно таким образом поставил вот эту смертную фазу. И лично Бог мне открыл, что то, что Он поставил, это не жестокость, а это доброта. И Бог мне открыл, что то, что он сделал, это не жестокость, а это не жестокость. Это было бы для него. Разве нельзя было просто отрубить голову и за одну секунду умирает человек? Почему Бог давал смертную фазу медленную смерть? Почему Господь этот суть так быстро и дал этот суть? Когда идет один камень, человек вспоминает свои грехи. Когда идет второй камень, человек кается. Когда идет третий камень, раскаивается и просит прощения. И потихонечку он, приняв прощение, входит в небо. Аллилуйя! Он битит о прощении. И шлип за шлип, он приходит в небо. Если мы это смотрим, на это, если мы смотрим сухо, по закону просто, по букву. В небо. Какой страшный Бог! А быть ко мне, как человек, как стоп! А когда по духу открывается, это нечто другое. У меня была бабуля неверующая, она целый день Богу сказала одно, я хочу смерть на одну секунду, дьявол хочет, чтобы люди просто умирали за одну секунду, чтобы они не успели обращаться к Богу, если мы идем к одному больному, нашему брату или сестру, и смотрим, что он мучается, мы начинаем судить, ах ты какой грешник, видишь, тебя Бог как доказал, это сухо по закону, но когда мы вникаем в это, мы понимаем, что Бог так любит этого человека, он очищает его, и открывает небеса, чтобы не сказали люди на земле, чтобы не сказал Сатана, ангел принимает эту душу в небо, Аллилуйя, и что сегодня самое важное, слово от человека, от Сатаны или слово от Бога, слава нашему Богу, пророки пришли, чтобы открыть суть Божьего закона, Что? Люди, этот закон не жесток, этот закон добрый для любого человека, сегодня мы должны все поменять, сегодня мы должны все поменять, Господь есть любовь, Господи, почему так случилось в моей семье, если сухо посмотреть, я на тебе служил, я тебя любил, почему это случилось, что ты допускал, так тоже сказал Иов, У меня не было такой веры, как Иова, потому что Иов за один день потерял десять членов СМИ, у меня мало Дорогера, поэтому я только потерял четыре члена СМИ, и когда Дух мне открыл, что Бог добрый, я сказал, слава тебе, Иисус, ты все делаешь вот так, хотя это для нас больно, мы такого не хотим, мы не хотим, но Иисуса тоже больно в Симанском саду, но Иисус тоже больно в Симанском саду, поэтому Он сказал, если твою волю, отстрани этот богат, отстрани эту чашу, поэтому он сказал, lieber Бог, твоя воля должна происшествовать, но возьми от меня этот Кэр, пусть будет воля твоя, а Божья воля была лишь трест, я хочу зачитать Притчи, двадцать девятая Глава, я хочу зачитать Притчи, восемнадцатый стих, слушайте внимательно, слушайте внимательно, без открадения свище, народ необузден, то есть, если все по буквам, нет откровений, нет этого Духа Божьего, народ необузден, я читаю продолжение, а соблюдающий закон плашен, а соблюдающий закон плашен, это значит все, что все откровения Бога это про законы, я хочу зачитать последний стих, это ключевой стих, который я буду читать в конце, это Матфея, седьмая Глава, двенадцатый стих, итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и Пророки. Entschuldigung, двölfter Vers, «Авес ну, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr, ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten». Весь закон должен, учит нам одно, жить для друга своего, это Дух Божий, который был в Иисусе, вы можете представить, что я говорю, я живу для себя, ты живешь для сестры, сестра живет для брата, брат живет для меня, вы понимаете эту гармонию? И когда мы так живем, и наш брат или сестра в грехе, и наш брат или сестра в грехе, я не говорю, так и тебе надо, если я так говорю, я законник по букву, если я смотрю на твою боль, я чувствую, якобы это моя боль, этот закон в тебе совершается, потуху, очень трудно жить не для себя. Когда моя жена ушла, она сказала, я хочу жить для себя. Кто хочет жить для себя, он хочет для себя, там есть луки, там непонимание, там Сатана, потому что Сатана пришел, чтобы что делать, помните? Убить, украсть и погубить. Иисус говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком. Я благодарю Бога, что Он нам дает Слово, и это Слово не может исходить с ума человека. Это Божье Слово, которое исходит святого Духа. Дорогие братья и сестры, любите друг друга, нет более великой любви, чем ты отдашь свою жизнь, заближенность. В конце я хочу просто напоминать на одну притчу. Это добрый самаряд. Там описывается, что один человек из Иерусалима спускался в Иерихов. Это не просто так написано с Иерусалима в Иерихов. Они обратно. Иерусалим – это город святости. Иерихов, если вы помните, читали Святое Писание, это город греха. Иерихов – это билд для Сында. Иерихов – это билд который Бог повелит, чтобы никогда не строится. Но почему-то строили этот город. Иерихов – это город, где Бог сказал, что он не будет строить его. И когда этот человек с Иерусалима спускался в Иерихов, он еще не дошел до Иерихова, и попал в руки разбойника. Мы знаем, что там его делали. Потом пришел фарисей. А потом левит. Может быть, они пришли, они по дороге вот так читали Библию, или имеют в виду Слово Божьего Закона. Сегодня есть такие христиане, когда тебе нуждают, говоришь, помоги мне. Он говорит, у меня нет времени, я на служение, я читаю Библию. Они вот как пошли, пошли, и фарисей вообще не посмотрел туда. Но про левитов написано, что хоз посмотрели, и отходили. Но был один человек, который был самаритян. Мы знаем, что их за ильцами не общались с самаритами. И их считали греховными. Они были с сундущими отмавшими, которые никакое не имеют связь с Богом. И вдруг пришел этот самаритян. Смотрит этого человека. Помните, да, что делали? Но ни разу не спросили, не сказал, кто тебе сказал, чтобы с Иерусалим распускаться и ели хрох. Он не знал. Он не знал, что если ты так будешь делать, что будет с тобой вот. Мораль не читал. Иногда я получаю письма, через электронку, и люди начинают меня судить. И я попал в руки разбойников. Я лежу по дороге. У меня кровь течет. И вдруг мне говорят, то, что посеешь, то и пожмешь. И вдруг они говорят мне, что ты видишь, что ты видишь, что ты видишь. А я остановлю. Помогите. Но я лею. И я говорю, помогите мне. Как и тебе надо. И они говорят, что это должно быть. Это по сухому закону. Но добрый самаритян ни слова не сказал. Он якобы чувствовал эту боль свою. В нашем городе есть церковь, где я служил день и ночь. Ничто не приходит к нам домой, но и не звонит ни разу ни один день. Никто не приходит к нам. А из Голландии семья верующая звонит меня, приглашает к себе домой. Принуждает. Я еду 300 километров, чтобы они меня потешали. в Холландию, где они много лет пристали. Но таких родных не знал. А в Голландии, где по Сухому закону, из Личей, и по Духу, а в Голландии, из Начали меня, и по Сухому закону, И вошли куда? Ну, в гостиницу. И сказал им, вот это я тебе плачу. Немножко вникайте, да, в эту историю. Совершенно чужой человек. Он оставил все свои дела, он куда-то спешил, куда-то ушел. Он был очень обычным человеком. Он тоже имел свои плены, но он все на стороне. У простого человека, не знаю, мозг это не мешает никак. Мало того, что оставил свои дела, мало того, что повернул с пути своего, и что дает деньги, и говорит, на обратной дороге я еще зайду сюда. И если много чего потратишь, я тебе вас дам. Это по духу. И об этом написано в Слове Божьем. Когда вы будете так поступать, вы помните, что написано, что книги открылись? Ваши дела будут записаны в этих книгах. И Бог будет сказать, что читайте вот эти дела. Я тебе скажу одно. Бог никогда не забывает то, что ты делаешь. Благодарю Бога за это Слово, за общение с вами. Аминь. Слово Божьем. Слово Божьем. Слово Божьем. Продолжение следует...